Привет! Это Ирина Хакамада и мой подкаст «Челософия». Самой популярной темой является рассуждение о лидерстве. И каждый раз люди под лидерством подразумевают свое на самом деле эго. И это так удивительно, что чисто философски эго в позиции общепринятого понятия лидерства противоречит самому лидерству. Потому что одно из главных качеств лидера – это, с одной стороны, стремиться к своему удовольствию, но так, чтобы это приносило деньги. А это значит, что лидер, общаясь с другими людьми, не навязывает свое мнение, а пытается их склонить на свою сторону в беседе, пытается замотивировать на то, чтобы они что-то хотели и так далее. То есть, по большому счету, кто такой лидер? Лидер – это человек, который кайфует от жизни, но при этом свой кайф умеет конверсировать в деньги. И поэтому очень хорошо знает других людей. Лидер никогда не спорит с людьми. Он всегда пытается найти общие точки соприкосновения, чтобы обоим было хорошо. Именно поэтому я утверждаю, что настоящий лидер не находится в противоречии со своим эго. Просто он знает, что его эго кончается там, где начинается другое. Лидерство – это состояние духа, состояние осознанного понимания себя и попытки понять других. Лидерство – это стиль жизни. Можно ли ему научить? Нет. Для этого просто нужно захотеть лидером стать. Но многие не хотят стать лидерами в этом понимании, а хотят стать кем? Хотят стать людьми, которые представляют собой насилие над другими людьми с помощью своих смыслов. То есть навязывание своей воли другим людям, будучи начальником, будучи руководителем, будучи кем угодно. Причем тут лидерство? Лидерство – стука энергетическая, а не механическая. Поэтому начальник и лидер – это совершенно два разных понятия. Именно поэтому лидеров очень мало, и все они выдающиеся люди, даже если не очень известные. А начальников и даже в семье, и даже в разговорах с друзьями, кто доминирует, кто доминирует, кто доминирует, кто доминирует, кто главный, а кто подчиненный. Вот такие модели никакого отношения к лидерству не имеют. Спасибо.